всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск news блока крипто на канале крипто комманс сегодняшний выпуск будет не совсем обычным помимо новостей которые влияют на крипто рынок и дальнейшее развитие событий я расскажу вам о некоторых домыслах которые тем не менее могут повлиять даже в большей степени на все происходящее в крипто пространстве но хватит интриг переходим к делу и так сегодня в выпуске меняющая правила игры приложения по трансграничным платежам от партнера ripple начала свою работу coinbase добилась успеха в судебном иске в отношении ее транзакций под занавесом тайны всплыли новые подробности о псевдониме сатоши накамото и завершить наш сегодняшний выпуск анализ рынка с айван он так оставайтесь с нами и так запущено решение по трансграничным платежам от компании трангло партнера ripple меняющая правила игры в своем пресс-релизе от 8 апреля финтех компания трангло объявила включение мгновенных и прямых переводов на более чем 30 электронных кошельков прямые переводы трангло на кошельки доступны теперь в бангладеше камбоджа китая индонезии непале пакистане на филиппинах и во вьетнаме на самом деле этот список неполный а всего приложение поддерживает прямые платежи peer-to-peer более чем в 23 странах преимущественно в юго-восточной азии а также в турции и австралии но самое главное в этой новости заключается вовсе не в том что какая-то компания позволяет людям с разных стран обмениваться средствами основная фишка заключается в платежах peer-to-peer не используя банковские счета и хоть это не в чистом виде крипто peer-to-peer когда не используется никакое третье посредническое лицо данное решение все-таки используют технологии блокчейна что является очередным пусть и не гигантским шагом в сторону распространение крипто на мой взгляд это отличный пример того что мир не черный и белый поэтому то самое повсеместное распространение крипто который мы с тобой дорогой зритель так ждем в чистом виде мы скорее всего по крайней мере ближайшее время не увидим но наблюдать за тем как шаг за шагом компания применяя данную технологию движутся в направлении децентрализации пусть и нечистый пусть и с примесями финансовых учреждений это все-таки неплохо так что такое событие является позитивным не только для самих пользователей но и конечно же для компании ripple и не забывая что в ближайшие месяцы должно появиться судебное решение в деле ripple против всех держим пальцы скрещенными и желаем ripple успеха ведь несмотря на все недочеты и минусы xrp этот токен заслуживает нашего с тобой внимания но помни это не финансовый совет движемся дальше coinbase разрешила судебный иск по поводу крипто транзакций крипто бирже coinbase добилась значительной победы в продолжающемся судебном процессе апелляционный суд сша второго округа вынес решение в пользу coinbase подтвердив что вторичные продажи криптовалют на ее платформе не нарушают закон о торговле ценными бумагами юрист консул coinbase полгаревал выразил благодарность на платформе x заявив что суд подтвердил отсутствие персональной ответственности за вторичную торговлю цифровыми активами на таких биржах как coinbase в соответствии с федеральным законом о ценах бумагах здесь очень важно отметить следующее последнее время наблюдается все больше и чаще судебных побед в пользу крипто сообщества одновременно с этим это также является и факторами положительно влияющими на достижение большей ясности в крипто пространстве что также является положительным фактором и если посмотреть на крупную картину происходящего такая ситуация неизбежно влияет положительным образом на динамику распространения то есть повсеместной адаптации и естественно на то как общество воспринимает крипто и здесь под обществом я имею ввиду не крипто сообщества а людей которые с крипто либо не связаны либо имеют минимальный опыт но как бы не звучало пугающе то что я сейчас скажу решение в адрес крипто даже если они не очень положительные являются шагами в сторону ясности а ясность для традиционных финансов становится проводником для того чтобы в крипто пространство заходить что в конечном итоге только увеличивает крипто распространение а уж хорошие и правильные решения воды скрипта являются не просто кирпичиком отстраивания фундамента для дальнейшего роста и и катализатором бычьего рынка а огромными плитами которые этот фундамент превращают в монументальное строение а теперь поговорим о создатель биткоина является ли сатоши хада одним из создателей биткоина сатоши накамото в новой теории идентичности сатоши накамото упоминается три человека которые были разработчиками ibm и участвовали в ранних исследованиях блокчейна предшествующие биткоину халфини компьютерный ученый получивший первые биткоины от сатоши накамото рассказывал о доказательствах с нулевым разглашением на конференции крипто 98 пользователь реддит сообщил что нашел имена сатоши хада и таши аки танака на одной и той же странице с программы мероприятия первый момент теории заключается в том что в одном здании с хеллом фини на мероприятии крипто в девяносто восьмом году находился человек по имени сатоши поиск в google сатоши хада накамото находят твит в котором указаны три имени сатоши хада тоши аки танака и наохико урамото поиск профиля в айбем указывает на то что сатоши хада связан с айбем кстати дорогой зритель мы в том числе проверили и эту ссылку и она удивительным образом перестала работать но если зайти на интернет архив wayback машин то она открывается и действительно ведет на профиль сатоши хада но продолжим поиск в google по запросу сатоши хада cyberpunk показывает что он был частью этого движения и всплывшего письма от декабря 2001 года второй момент этой теории ассоциация с движением шифропанков и блокчейном в общем не погружаясь в детали скажу что пользователь reddit считает что сатоши накамото мог быть по крайней мере тремя людьми которые были исследователями и бим и участвовали в ранних исследовательских работах по блокчейну предшествующих биткоину и здесь многие могут сказать что вообще важного в этой новости это же теория заговора домыслы которые ни на что не влияют а вот и нет человек или группы людей которые стоят за этим псевдонимом создавшая bitcoin ни при каких обстоятельствах не могла допустить потерю приватных ключей тех самых которые отвечают за кошельки содержащие так называемые биткоины сатоши это невероятно огромное количество криптовалюты которая как ты уже догадался может самым страшным образом обрушить весь рынок и речь идет о этом огромном количестве которые вдруг попадет на биржу и будет продано ведь сейчас бытует мнение что доступ к этим биткоином потерян но если мы с тобой увидим движение хотя бы одного сатоши 1 100 миллионные биткоина с одного из кошельков которые считаются принадлежащими сатоши то сразу все поймут что доступ к этим кошелькам не утерян а значит они представляют для рынка огромный риск вне зависимости от того чтобы не говорил этот псевдоним и какого бы плана не придерживался так что пожалуй с одной стороны будет лучшим сценарием если данная тайна навсегда останется тайной а считающиеся утерянные биткоины никогда не придут в движение но с другой стороны чем больше мы узнаем о том кто является на самом деле автором этого гениальнейшего изобретения его или их мотивами и намерениями тем больше ясности и определенности будет в отношении тех самых первых и старых биткоинов если честно я думаю что мы это никогда не узнаем ведь для самих людей стоящих за псевдонимом сатоши накамото это является огромным риском так что я больше чем уверен какие бы доказательства сообщества не находила эти люди до последнего будут отрицать свою причастность так что для нас с тобой остается лишь догадки и предположения того кто они и что будет если биткойн и сатоши начнут вдруг двигаться и завершить наш сегодняшний выпуск анализ рынка и того что происходит на нем от айвана лилджиквиста более известного как ведущего канала айван он так айван что там у нас биткоин пробивается в сторону 71 тысячи вы можете себе представить 71 тысяча а всего лишь одну неделю назад люди повсеместно кричали мы свалимся к 60 мы свалимся к 50 а что произошло бабах и мы на 70 пробиваясь через 71 и хочу я вам ребята показать вот этот треугольничек потому что именно в таких треугольничках и происходит зарубание большого количества бабла потому что когда биткоин начинает консолидироваться как например вот здесь или же например прямо вот здесь или вот здесь вы видите эти треугольнички здесь наибольшее количество людей тратит много денег большинство тратит много денег когда битком консолидируется а теряют они потому что они не видят большую картину ведь они в этот момент теряют свою обычность и начинают немного волноваться о том что бычий рынок заканчивается а в них проявляется все больше и больше сомнения когда рынок идут в боковике но образуются треугольнички Ведь в эти восходящие треугольники начинается печать денег, ведь как только появляется такой треугольник, вы должны знать, что вероятность того, что мы пойдем еще выше, начинает расти. И когда появляются вот такие фитили, когда эти фитили проваливаются вниз, растет вероятность того, что образуется обратный памп, который нас свернет в треугольник. Конечно же, никаких стопроцентных гарантий, ведь рынок это не печатная денежная машинка, со стопроцентными гарантиями нет, гарантий нет никаких, но огромная вероятность на вашей стороне того, что будет памп в треугольник, что и произошло на прошлой неделе, когда мы падали до 64 тысяч, а неделя все-таки закрылась на уровне 70 тысяч. А всего лишь несколькими неделями ранее мы были на 61 тысяче, мы закупались тогда биткоинов по 61к, это безумие, но всего лишь несколько дней спустя у нас образовался памп, закинувший нас обратно в треугольник, и это замечательно, ведь треугольники нам помогли заработать. И прямо сейчас следующая логичная остановка, конечно же, будет в том, что мы пробьемся выше. Если мы пробьемся, биткоин поедет дальше в сторону 90к, и эта цель является очень и очень вероятной. Также вы знаете, что через 11 дней нас ожидает халвинг, халвинг, который приближается к нам очень быстро. Всего лишь 11 дней нас от него отделяют, и как вы видите, он к нам приближается очень быстро. Эти миллисекунды исчезают быстрее, чем вы можете моргнуть, и мы с вами прекрасно видим, как этот обратный отчет приближает нас к этому событию. И это значит, что время убегает. Вы можете сказать, «Эй, Айван, почему в этом видео ты говоришь, что время убегает?» Да потому что прямо сейчас это последний шанс для нас, чтобы загрузить наши чемоданы до настоящего движения вверх. Сейчас для нас последний шанс закупить дешевые альткоины. Закупить биткоин довольно дешево. Да, ведь 70 тысяч — это довольно дешево, что многие не понимают, думают, что это дорого. На самом деле биткоин по 70к — это довольно дешево. Но что более важно, альткоины сейчас очень дешевые. И сейчас для нас это последний шанс. Сейчас для нас возможность буквально убегает. Сейчас для нас эта возможность утекает в ноль. Ведь именно так большинство людей и воспринимают бычий рынок. Они до сих пор считают, что пока медвежка. Они не понимают основы, не понимают самую суть. Последнюю неделю, когда биткоин стоил по 65, Тезер взял и напечатал 3 миллиарда. Тезер взял и напечатал 3 миллиарда. Вы были в курсе об этом? Я вам говорил об этом. Я говорил о том, что это самое большое подтверждение того, что мы запампимся вверх. Многие люди в это не верят, они до сих пор не понимают того, что это происходит. Но доказательства у вас перед носом. Вы понимаете? Если нет, то возьмите и поймите. Айван, дружище, я все понял. Мы все поняли. Да, все все поняли. Ну а если серьезно, то действительно печать такого количества Тезером сигнализирует о притоке денег в криптопространство. Да, и по альте ты правильно сказал. Последняя медвежка ее втоптала так сильно, что до сих пор не поднимается. И если, дорогой зритель, у тебя есть свободные средства, которыми ты готов рисковать, то, пожалуй, с Айваном я соглашусь. Главное, помни, что крипторынок — это территория высоких рисков. А все, что я говорю, не является финансовым советом. На этом у меня все. Желаю тебе удачи, отличного вечера и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова